Венер Сарваров, хоть и работал когда-то в отделке, давно сменил род деятельности. Однако сегодня мужчине вновь пригодился опыт, накопленный в прошлом. И хоть Венер пока не обзавелся собственным чадом, сделать ремонт в лагере для тех детей, которые проведут здесь лето, он абсолютно не против. Сегодня мы первый день начали шпаклевать, красить бы полы, стены те зеленые, в основном все, балкончик. Ну, каждый год уже получается ремонт. Уже по традиции ремонт в лагере проводится силами работников организации города и индивидуальных предпринимателей. Весь спектр работ был намечен еще в апреле, тогда же распределен между 30 предприятиями. В каждом корпусе проводится текущий ремонт, покраска стен, побелка потолков, ремонт игровых комнат и проверка санузлов. В этом году несколько изменит свой привычный облик и столовые абригантины. И это лишь малая часть всех предстоящих работ. Кроме того, всю территорию детского оздоровительного лагеря мы приводим в порядок. Для третьего корпуса мы планируем новую спортивную игровую площадку и малые игровые формы. На территории лагеря уже прошла антимышинная и противоклещевая обработки, которые в скором времени будут проведены повторно. Все нормы безопасности также были предусмотрены. Конечно, с каждым годом объем ремонтных работ растет, ведь бригантина скрашивает летний отдых далеко не первому поколению школьников. Очень отрадно, что путевки в лагерь бригантина на сегодняшний день уже все проданы. Буквально за две недели разлетелись и первый, второй, третий заезд. Поэтому лагерь нужен, это актуально и здорово, что к нам действительно приедут самые настоящие бригантинцы. Мы вас ждем. Все подготовительные работы планируется закончить ко дню приемки лагеря, а именно 4 июня. После этого детский оздоровительный лагерь «Бригантина» распахнет свои двери для тех, кто успел приобрести путевки. Первый заезд в лагерь стартует 9 июня. Елена Иркева, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова